Продолжение следует... 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 Обратно. И вот здесь есть переменные органы, то ли и то, что происходит на экране от прообращения. Что происходит на экране от прообращения? Произникает ущедновение асимметрии по глазничному артерии, появление реакции на комбассивные пробы, включение кровотока до передней соединительной артерии и функционирование задней соединительной артерии и, естественно, улучшение его золотов. Мы сравнили переменные магнитного поля для ультразвук до выраженности артеритма. Мы знаем, что показатели артеритма показывают функцию центральной нервной системы. И мы видим, что при переменном магнитном поле это наиболее выраженные показатели, чем ультразвук по сравнению с контролем. Другие эффекты, которые были выявлены, это уменьшение асимметрии частот геопотенциалов, улучшение реактивности, уменьшение высших разумных диапазонных частот, уменьшение диффузной тета-активности в отдельных случаях и уменьшение зональных костер-клон, это перебан. Мы исследуем до и после проявления мышечной дистанции. И вот в 74% случаев мы отмечали увеличение подвижности при ротации головы, увеличение наклона головы в сторону в 54 случаях, увеличение наклона шеи в сторону в 85 мм, уменьшение асимметрии и натяжения трапециевидной мышцы в 92 мм, уменьшение болезненности при пальпации от специальных точек по 80% у больных и уменьшение болезненности в 86% у больных. Вот такая реакция на процедуру мануальной терапии. А мы проводили в основном мягкие работы с мягкими тканями. Мы работали методами неофициальной техниками неофициального релиза, мышечные и энергетические техники и функциональные техники, неприятные функциональные техники использовали. Но на основном на какие точки, вернее на какие проявления болезненность в точках эрго, уменьшение болезни при пальпации от специальных точек, уменьшение асимметринное напряжение, терпециевидная мышца, это эмоциональная мышца, она ответственна за эмоциональное состояние организма. Она является, я бы сказал, нескольким косвенным показателем патогенетических нарушений в шейной могиле. Увеличение наклона шеи в сторону. Это очень важный показатель, потому что он завязан на лестничном имуществе. И если мы видим асимметрию при наполнении болезненно шеи в сторону, то мы тем самым должны считать, что очень важной в патогенезе для шейных нарушений, в дискуссии шейного отдела является состояние речной мышцы. Причем всех трех ее брюшек, потому что очень часто передняя и средняя, значит, она учитывается, а вот задняя порция, она не учитывается. И когда работают с лестничными мышцами, работая с первыми двоя, вроде как получают эффект, а эффект, во-первых, не столько. А во-вторых, он неполный эффект. Увеличение на клону головы. Вы знаете, это тесно акцентальное сочинение. И по ДЭИ мануальной терапии, это расходила нормализацию режима на клону головы, и увеличение подвижности при ротации головы. Ну, здесь почти в 80% случаев происходило. Причем мы не использовали ротационные метки как таковые. Достаточно было работать с лестничными мышцами, и происходило восстановление ротации. Ну, вот мы видим по отношению к исходному повторению, как влияют монофакторы на болевой синдром. И больше всего, то есть меньше всего оставался болевой синдром при воздействии мануальной терапии. И на втором месте стояла переменная магнитная поля. То есть это вот два фактора. Так, дипотетически, она представила, что если мы их объединим, то мы наибольший эффект получше в комплексной терапии. Переменной магнитной поля и мануальной терапии. И вот вы видите, что наибольший эффект оказался при комплексе мануальной терапии. И, в общем-то, это нам дало основание считать этот комплекс, скажем, наиболее рекомендуемый. Здесь представлена динамика устранения головной боли. Головная боль, она, скажем так, лучше всего устранялась при комплексной лечении. Ну, и вот комплекс по сравнению с мануальной терапией. Вы видите, что количество значительных улучшений увеличилось, да? А количество без перемен уменьшилось. То есть это тоже наибольший показатель наибольшей эффективности. Вот отдаленные результаты по группам. Монотерапии и лечебные комплексы. И вы видите, что вот третий комплекс, он наиболее, казалось, наиболее, вот это третье и четвертое, наиболее эффективно. Это как раз мануальная терапия и комплекс мануальной терапии с первыми лечебными болями. А вот так вот сохраняется эффективность через 12 месяцев. Мы видим, что, ну, опять-таки комплекс мануальной терапии с с пигменом магнитного поля, мне кажется, наиболее эффективнее. Нам даны рекомендации практически по применению различных лечебных комплексов. И сущность этих рекомендаций заключается в том, что при нарушениях, где уже есть серебряное сосудистые, нарушение там, пока она переменна в магнитном поле. И мануальная терапия. Если говорить буквально о терапии, то это серебридородная ванна. При выраженном болевом синдроме, наоборот, потому что, если дополняется комплекс ванны с азотно-радонами, то, значит, эффективность для разгрывающих. И вот там, где выражен застойный тип гемодинамики, показано переменное в магнитное поле, самостоятельное сочетание с мануальной терапией и с ульфидным делом. Ну, вот здесь вот в нижней части мы видим сравнительный анализ в применении монофакторов лечебных комплексов и больных синдромово-аттебральной артерии. Здесь представлена нормализация амплитуды движения в шейном амплитуде позвоночника после лечебных комплексов по данным рентгенов национальных исследований. И мы видим, что больше всего изменений касается нарастания подвижности. В тех случаях, особенно где-то, подвижность была резко ограничена. И исчезновение рентгеновости. А нормализация кривизны, она практически шла правильность исчезновения моря длинности. Ну, а здесь вот представлено процентное украшение, так что увеличение 47 в случае амплитуды движения, уменьшение танки гипермобильности было выявлено. И без перемен 26 процентов. Спасибо за внимание.